Проектировщика строительства легкого метро в Подмосковье определяют до конца этого года. Об этом сообщил зампредобластного правительства, министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. Во время роуд-шоу в Германии, где Московская область презентует свой инвестиционный потенциал. Сегодня второй день. О чем еще и с какими компаниями договорились областные власти? Из Дюссельдорфа передает Ирина Журавлева. Еще 23 индустриальных парка появятся на территории Московской области до конца 2018 года. На новых площадках разместятся российские и иностранные инвесторы. Среди уже выразивших интерес к локализации бизнеса в столичном регионе предпринимателей Штутгарта и Дюссельдорфа. У нас в настоящий момент достаточно высокий интерес в перерабатывающей отрасли, достаточно высокий интерес в отрасли производства промышленного оборудования для предприятий. У нас была компания, которая занимается производством электронного оборудования, идет вслед за крупным инвестором, который приходит на территорию Подмосковья. Территория Подмосковья привлекательна для бизнесменов прежде всего своими экономическими условиями. В Московской области действует региональный инвестиционный контракт. Если компания инвестирует более 50 миллионов рублей, это чуть меньше 1 миллиона евро, и получает 90% своей прибыли именно от этого предприятия, то налог на прибыль становится в два раза меньше на 10 лет. А налога на имущество нет вовсе. Мы встречались с губернатором Московской области на инвестиционном форуме. Мы постоянно получали поддержку от правительства региона, и мы очень довольны уровнем этой поддержки. Помимо новых предприятий, активно расширяются и уже существующие на территории Подмосковья. Оптовый магазин «Метро Кэш-энд-Кэрри», активно поддерживающий начинающих предпринимателей, тоже решил освоить новые города Подмосковья. Еще пять магазинов «Метро Кэш-энд-Кэрри» откроются в Подмосковье в ближайшее время. Мы очень тесно сотрудничаем с Московской областью, у нас уже есть 8 магазинов. Касательно выбора новых мест, мы проводим тщательный процесс. Смотрим на развитие субрегиона, на дополнительный потенциал, и этот процесс выбора занимает примерно полтора года. До конца 2016 года определится главный инвестор проекта ЛРТ. Легкорельсовый транспорт должен стать большим подспорьем в путешествии по региону. После открытия путь из Чехова в Мытище должен составить не 2,5 часа, а около 45 минут. Вкладывать, строить и развивать ЛРТ готовы инвесторы из самых разных стран. Там есть Китай, там есть Америка, там есть азиатские страны, там есть и немецкие, и итальянские компании. Мы говорили в отношении, в том числе финансовых инвесторов, это азиатские инвесторы, достаточно большое количество российских. Транспортная доступность и квалифицированные кадры – ключевые понятия при выборе места размещения производства. Электрооборудование для самых разных целей предприятий, в том числе и резервного подключения для таких крупных компаний, как Ростелеком, производят в Домодедове. Аэропорт – это очень важно. Наша сеть обслуживания разбросана по всей стране. Это Санкт-Петербург, Уфа, Новосибирск. Без авиасообщения нам было бы гораздо сложнее. А химическая промышленность для пищевой продукции сосредоточена на севере Подмосковья. В Дубне работает немецкое предприятие «Акванова». Специальные добавки позволяют сохранить качество и свежесть продуктов без вреда для здоровья человека. Мы занимаемся выпуском продукции, которая дольше сохраняет свежесть. Это естественные продукты. Предварительные итоги рабочей поездки в Германию подводить пока рано. Но ясно одно. На шести рабочих встречах в Штутгарте и Дюссельдорфе немецкие инвесторы проявили большой интерес и выразили готовность к открытию своих предприятий на территории Московской области. Новый формат презентации региона, роуд-шоу, кажется, продолжится и состоится в других странах. Наши планы были в отношении Азии. Мы не отказываемся от них. И в настоящий момент по поручению губернатора прорабатываем на конец первого, начало второго квартала следующего года визит в одну из азиатских стран. А может быть, мы даже в правах одного роу-шоу охватим несколько локаций. Инвестиционный климат Московской области для иностранных предпринимателей обойдется без погодных сюрпризов. Будь то слишком частые проверки или ненужные визиты к чиновникам. На территории региона уже давно действует только электронная документация. Ирина Жуавлева, Новости, 360.